А в чем встречается жахар и микрорайона с подорожник? Колькость отрушенных дарами лесу бьет рекорды. Клуб «Кируск» вернулся на пьедестал-гонору на чемпионате Беларуси по пляжным футболе. Поверены? Хорошо. Пытанням небезпеки увага номер один. Пожарные поверчальники, вогнетушители, планы эвакуации, наявность посвященню о проходженні пожарного минимума педагогами – усе подпильные уваги ртовальника. Гэтым разом Йон у складе проверяющей комісії у 21-й школі Могилёва. Умеєте пользоваться вогнетушителем? А что можно тушить? Все можно тушить этим вогнетушителем. Отказы ртовальника на кондвида вогнетушителям задоволили. Нема порушений у так само и при выборе будовнищих материалов. Фарба на стенах, на водной основе. Линолеум на подлозе – згодно с дозволенными сертификатами якости. Школе в вынику добрый от знака подрыхтовцы. Все готово. И пожарные инструкции все выполняются, и теплоузел готов, и площадка спортивная готова. Ждем учеников 1 сентября. У складе комісії так само специалисты отдела адукації и санитарной службы профсоюза. На протягу навчального года и у два летние месяцы яны побывали во усіх установах адукації, где потрібно были выдадены рекомендации по выправлению недопрацовок. Тепер, як до прикладу тут, у 37-м садку Могилёва, проверяют те выправлены за уваги. Ганки одрамонтовали, теневый навес, якого не хапало, набыли. Дитячие пляцовки пофарбовали. Такая спровоздача администрации садка. До начала учебного года остался еще месяц, но те учреждения образования, которые мы уже посетили, говорят о том, что мы практически готовы к встрече детей 1 сентября. Что чаще встречается среди нарушений? Это нельзя называть нарушениями. Это рекомендации по косметическому ремонту, по покраске стен, по ремонту мебели, санитарных узлов. Крупных замечаний не было. Только в Ленинском районе Могилёва комиссия проверяет на готовность до 1 вересня 21 школу, 56 дошкольных установ и 3 додатковой эдукации. Праца протягивается. Олесь Рыбалка, Николай Соболев, Новины региона. Дом замест школы. Группа жахаров микрорайона «Сподорожник» не сгодна с тем, как на месте, где по агентплане продугледжена установа эдукации, побудовали жилые домы. И теперь люди имкнутся доказать, что их микрорайону просто необходима, а еще одна школа. На вот этом вот пустыре, где ранее предполагалось строительство школы на 1290 мест, планируется уплотнить, построить три жилых дома общей квартирностью где-то порядка 300 квартир. У руках у Владимира Папира, якая у свой час поплывала не только на его выбор, где будовать жиле в Могилёве. Здесь по генплану был дополнительный сад и дополнительный школа. Сейчас мы водим ребенка, как и водили в 70-й садик. Это же Д-вокзал. Про то, что замест школы на этой пустыре плануют побудовать домы, кажут, доведовались Выпадкова. Мовлял, объява про громадское обмеркование, смена у проекте на подъездах заявилась только за день до сходу. Таким чином на презентацию проекта с долей утрапить у сего один человек. Люди, которые работают, они не могли уже предпринять никаких действий, чтобы туда попасть. О том, что вообще было какое-то слушание и что-то рассматриваться, мы узнали через группу в Вайбере по нашему дому. Одинная школа на микрорайоне с подорожник номер 45 с проектной могутностью 1020 человек, зараз прямая 2400 человек. Все, что можно задействовано в школе, какие-то лаборантские, которые не предусмотрены вообще для обучения, они тоже используются. Угар в оконками кажут, что люди хвалюются ранее часом. До початку будовництва жилых домов треба подрихтовать и выучить некольки важных документов. Детские сады мы оставляем, рассматриваем возможность. По территории школы, которая была запланирована, тоже будет рассмотрено после прохождения, подведения итогов или расширения. И будут изучены досконально все материалы. Просчитано количество среднего, количество детей на посещение, количество мест в детских и дошкольных учреждениях и в школьных учреждениях. И если там не будет хватать по расчету нас мест, то от каких-то, может от одного дома будем отказываться. На этом тыне подведут выники громадских обмеркований. По слову главного архитектора Могилева, худший за все будовництво домов придется откласть до момента, поколь не побудуют детячий сад. Юлия Нашлыкова, Юлия Мычка, Миколай Соболев. Новины региона. Колькость людей, які отрутилися на этом тыне грыбами, бьет усе рекорды. За 7 дней 7 человек трапили в больнице с затручиваниями этими дарунками лесу. До речи, за весь минулий год таких потерпелых было 12. На гитым тыдне випадки отручвания фиксовали у Могилевским, Славградским, Костюковицким, Шкловским и Мстиславским районах. На шансе усе засталися живые. Медики нагадывают, отправляющиеся на тихое поливание, треба быть уважливыми и сбирать только те грибы, у которых вы упоединены. Золотое правило. Не знаешь или сомневаешься, не бери и не пробуй на вкус эти грибы. Следующий момент. Не собирать возле дорог, возле заводов, в городах. Детям, старикам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек не рекомендуется вообще употреблять эти грибы. У нас за эту неделю буквально трое детей, один из них до трех лет. Я не знаю, это достаточно опасно таким маленьким детям предлагать даже грибы, не говоря уже о том, чтобы употреблять им в пищу. Не варто забывать, что грибы треба готовить на певных правилах, и приготованные из их стравы заховывать в холодильнику можно не больше за 12 годин. Татьяна Соловьева, Наталья Ильиниш, Денис Жавина, Новин Региона. 6-го жнивня – День памяти святара Георгия Канискага. В 1993 году этот выдатный культурный и религийный деж 18-го года был приличен далеку святых. Канискаг – это ученый, астроном, философ, драматург и поэт. После себя белорусский деж покинул целый широк науковых и философских работ. А маль 40-х годов он кировал Могилевской кафедрой, ягая на той час была одиной православной на территории Речи Посполитой. Минавито по его инициативе побудовали в Могилеве Спасский монастыр, а в многих городах открыли церковные школы, где научали письменство. До речи, Могилевский святитель является одним из самых шануемых белорусских святых. В этот день традиционно проводится святочная литургия у Ягу Гонар, а так само хросный ход. Клуб «Кировск» завоевал серебряные медали чемпионата Беларуси по пляжам в футболе. Наша команда вернулася на пьедыстал после всями годового перепынку. Выращальная матч селетнего чемпионата упрымала Гродно. В полфинале «Кировск» был мацней за Брестский Прадом 4-1. После в борьбе заголовный трофей клуб с Могилевской области сошелся с Гродинским Аблспортом. У Серый до двух перемог наши пляжные футболисты соступили – 2-9 и 5-7. Таким чином, в своем юбилейном 10-м сезоне Кировск стал серебряным призером турниру. Нагадаю, ранее клуб «Двойче» завоевывал медали чемпионата Украины. Все лето наша команда еще позмагается за Кубок Беларуси, и он пройдет в конце жнивня. Порывистый ветер до 18 метров за секунду и короткочасовые опадки. Такой надвор я жакаю Могилевшину на Сираду. Меж тем, по словам синоптиков, температурный фон повысится. В день шакается плюс 20, плюс 25 градусов. Зараз на дворе знаходятся под уплывом в области повышенного атмосферного тиску, якая рухается с Заходней Европы. С четверга, по информации об лгидромету, в область пройдуть часом довольно мощные опадки. Месяцами на вольнице. Узмацнится еще больше ветер, порывы досягнуть 20 метров за секунду. А лес, лупок термометра будет все равно рухаться вверх. По области плюс 25 градусов в день. А местами и до плюс 27. То же самое прогнозуется и на пятницу. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogileo.by так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только добрых новинов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok